Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 30% от максимального веса. Это будет ваш рабочий вес. В принципе это все не ясно, но может кто не знает. Ручка соответственно выкручивается с ладони, подкручиваем ее угодно. После набивания этого варианта кисти можно поработать с резиной, у кого есть вот такие вот ручки. Накладки на ручку, расширить их в гифах. Надеваем последующим образом на резину. Резину на резину, можно так сказать. Надеваем, протаскиваем. Получается вот такой несложный инструмент для проработки и добивания кисти. Выполнение тоже самое. Опускаем максимально на пальцы. После чего идет скручивание. Большим пальцем фиксируем сверху. И включаем. Можно отдалиться и проработать. Здесь есть и в других англитудах. Это уже добивание. Тоже самое для левую руку. Так, берем резину и добиваем. Перестраиваться можно в различных углах, в различных положениях. Ставим пофель. Один из вариантов. Натяжка. Резина вытягивает пальцы от себя к сопернику. Вот это вот вариант. Амплитуда короткая, маленькая. Но проработка идет хорошая. После кисти, обычно когда все рабочие подходы кисти закончены, добивание закончено, я добиваю пальцы. Добиваю стержень. Один из вариантов проработки стержня. Идет вариант вот с таким вот простейшим приспособлением. Трубка с флянцем. Выполнение идет стоя. Извиняюсь за оператора. Он не профессионал. Он ничего научится. Она. Оператор он и туда и сюда. Стоим ровно и вытягиваем. То есть выбираем тоже не субмаксимальное отягощение, но чтобы было тяжело. Если вдруг очень тяжело становится, не надо менять блиной, снимать, одевать. Можно просто переместить хват с края трубки поближе к основанию. Тогда становится полегче. И добиваем. Я обычно делаю это суперсетом. То есть беру здесь. Все, вес допустим не пошел. Но я перехватываюсь. Делаю дальше. До того момента пока не смогу поднять это отягощение. Потом перехватываюсь дальше. И дальше я поднимаю. Это стержневая. После чего, как добили стержневую часть, с этой штрубкой делаем уже супинирующую часть. Плюс забивка вот этих двух пальцев. Мизинцы безумерные. То же самое, только хват обратный. Движение идет обратное. Только под штрубкой. Когда вытягиваем, в этот момент подкручиваем кисть. Получается вот такое вот движение. И так же до основания суперсетом добиваем. Думаю, мое видео будет полезное. Многим любителям нашего вида спорта. Хотел бы сказать всем. Занимайтесь, стремитесь. Чемпионом в один день не становятся. Вон, чемпион один сидит. Видать спать хочет. Гриш, все, все, сейчас. Сейчас мамка тебя заберет. Самое главное, чтобы тренировка шла правильно и без травм. Занимайтесь правильно. Хорошо разогревайтесь. Не гонитесь сразу за большими весами. Старайтесь проработать. Поработать на технику. На правильное исполнение упражнения. А потом уже когда это все освоите, можно уже и брать свои рекорды и стремиться к повышению спортивного результата. Всем добра, счастья, здоровья. Пока. Всем доброго времени суток. Сегодня я хотел бы снять свой обзор изометрической тренировки. И будем мы ее начинать с разминки. Разминка обычная на резине. Разминаем все суставы, все рабочие группы мышц. И вот, хорошо продвигаем мышцы. Прогреваем связочную. Важным аспектом в тренировке является именно разминка. Потому что именно она дает мышечным волокнам, сухожилиям, связкам размяться, разогреться, чтобы в дальнейшем, тренирующем процессе вы не получили травму. Разминку можно производить как и на резине, как и с железом, так и со спарринг-партнером. Но в данный момент у меня спарринг-партнера нет, поэтому я разминаюсь на резине. После тщательной разминки будем прорабатывать боковое движение изометрическое, укрепляя тем самым целенаправленные связки именно этого движения. Можно сказать так, что очень многие связки выкрепляются при такой расстановке изометрии. Изометр это обычная веревка в данном моменте. У меня это ремень безопасности под этой машины, завязанный обычным узлом. Такая тоже нехитрая, нехитрое такое приспособление. Устанавливается рука, берется захват, имитируем этим самым борьбу. И начинаем давление. Постепенно, самолон увеличиваем все больше и больше. Стараемся дышать правильно. Многие тянут изометрию не дыша. Наглядно можно показать, что они фиксируются и не дышат. Это неправильно исполнение изометрическое. Почему? Потому что, когда вы не дышите, создается очень большое давление. И давление бьет в голову. Тем самым можно заработать всякие разные болячки. Постепенно, постепенно наращиваем давление до субмаксимального. Не максимального, но почти максимального. И в этом положении стараемся удержать руку максимально большое время, которое вы можете удержать. После чего, если вы уже держать не можете, расслабляетесь. На изометрической методике расслабление должно быть плавное. Потому что связки находятся в напряжении. Можно травмироваться. Это было боковое движение. Есть верховое движение. То же самое изометрическое. Ручка перестраивается. Ручку берем уже с хватом верхом. Верхним хватом фиксируем пальцы. И начинаем тянуть по технике вверх. Тянем по положению не к центру стола, а наискосок груди. Если правой рукой тянем, если левой рукой тянем, то к правой груди. Большим плюсом изометрической тренировки является не только то, что она укрепляет мышцы, укрепляет связки, сухожилия, суставы, но и то, что она дает выносливость. Потому что мы тренируем за метрю не рывковую сейчас. А именно на выносливость давим и развиваем именно силовую выносливость. То же самое левой. Старый. Зафиксировались. И постепенно, постепенно начинаем добавлять давление. Больше, 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 больше. Это положение как пойдет для техники верховика, банковика, замковика и в принципе треховика. Это базовое положение, которое должны прокачивать все, прорабатывать. Тоже самое левой. Перемещаем ручку, беремся верхним хватом и начинаем продавливать изометрию по технике верха. Изометрия имитирует максимальное напряжение при борьбе, если нет допустим соперника сильного. А надо отработать, загрузить связки, сухожилия, мышцы. И вы не имеете допустим спарринг партнера, а то она имитирует максимально спарринг партнера. Потому что вы лямку не порвете, но себя загрузить до конца загрузить. Есть еще несколько вариантов исполнения изометрии. Один из этих вариантов, это когда лямка не на ладони лежит, а она лежит на пальцах. Мы грузим стержневую часть. Все, встали, стержень до конца вставили, натянули, начинаем вытягивать. Верховое положение, такое вместе с замком получается. Все, загрузили допустим. После чего, когда эти все положения загружены, отдыхаем, про отдых. Между подходами изометрии должно быть больше времени, чем при подходах при железе, когда вы делаете железо. Потому что, когда делаете железо, идет динамика и кровь циркулирует максимально по мышцам. В этом же исполнении упражнения кровь набивает мускулатуру. И надо немножко подольше отдохнуть и дать отдохнуть сердцу, восстановить сердечный ритм. Потому что, пока вы сердечный ритм не восстановите, вы, если даже начнете следующий подход выполнения изометрического упражнения, вы не сможете добить его до конца. Изометрию нужно перемещать в максимальное количество угол, чтобы проработать все связки и сухожилия. В данный момент можно зафиксировать ее на стойку стола за ножку. И проработать именно защитную фазу. Допустим, если вы верховик и вы готовитесь на соперника, который бьет в трицепс. Тем самым загружая ваши сухожилия, вы цепляете за ножку стола, ставите руку в замок и начинаете поднимать. Поднимать к верху изометрию веревку, лямку, что найдете. Когда это упражнение добито, можно изометрическую веревку переместить в положение верхнее. Это положение. В данный момент у меня нет при себе длинной веревки, чтобы вам это показать. Но наглядно могу показать так, что цепляется на сверху и идет давление вниз. Им самым вы тренируете именно добивание. У многих спортсменов нет добивания. Когда со старта вытягиваете соперника, начинаете добивать, и вот здесь в положении мертвой точки вы не можете до конца его дотянуть. Вот это вот, именно это положение изометрии, эту проблему хорошо решает. Хотел бы сказать, что сразу не стоит начинать с больших объемов, с большого времени изометрического. То есть для начала на каждое положение можно где-то секунд по 15 уделить. Взяли, плавно напряглись, 10-15 секунд потянули, все, отпустили. Пока вы не научитесь чувствовать свои связки, сухожилия, мышцы. Чтобы вы не получили какие-либо травмы, потому что травмы очень долго восстанавливались и тому подобное. После того, как вы закончили полностью свою изометрическую тренировку, делаем заменку. Заменку делаем также резиной, либо с соперником боремся. Для банковиков также стандартное стартовое положение. Наматываем. Идет не вот такая вот, не такая фиксация кисти, а идет уже вкрученная. Вы вкручиваетесь, начинаете выдавливать, вытягивать банку. Если у кого нет резиновой накладки, вот такой это не очень сильно страшно. Просто я ее делаю, ставлю для того, чтобы подгружать больше пальцев с кистевой. Но смысл этого упражнения именно на забитие, на укрепление сухожилий и связок. Поэтому, если ее нет, это резинки, накладки, то это не страшно. Так, делаем без нее просто. Фиксируем и начинаем тянуть. То же самое в трицепс. Переключаемся, выводим плечо назад. Ставь тоннели, все. Вот оно это положение, начинаем выдавливать. Многие вообще не знают про изометрическую тренировку. Ну, я думаю, мое видео будет полезно для начинающих спортсменов. Про сеналы, конечно, это все знают. Ну, для начинающих это будет хороший видеоурок. Старайтесь не перегрузиться, не перенапрячься. Всем удачи, здоровья!